Всем привет! Сегодня у нас среда. Сейчас вторая половина дня. Я еду в центр. Мне надо там кое-что купить. Ну, в общем, мы с Костей как-то собирались купить моющие, шампунь и вот это вот все. Но так ничего не купили. У меня уже и порошок заканчивается. И заодно там встречу с Костей и заберу его. Он как раз сейчас в центре. Я вижу, идет уже мой Константин. Бежит. Кость, привет. Багажник положи после туда лучше. Там кое-что купил. С продуктом. Как дела? А? Как дела? Хорошо. А у тебя? Нормально. Жду тебя. Все. Кость, поехали, потому что мы немножко опаздываем. Так, вон тряпочка же была. Или какую ты хочешь. Ну, там. Так мне прекрасно все видно, Кость. А сейчас лучше будет. Да видно и так. Решил мне протереть. Что ты там? Ничего. Какой счастливый. Ну, прибежал тебя, Руслан. Как день. Спасибо. Ты тоже. Новая прическа? Да нет. О, не знаю, в какой драшке чуть-чуть. Ну, все, поехали. Мы, короче, приехали в центр. Вот мы. Здесь наш ЗАГС. Куда? К ЗАГСу? Не хочу. Я уже там была. Нет. Там достаточно замечательно. Я шучу. Ну, пошли. Подожди. Покажи, почему мы сюда приехали. Мы встретим Дженни. Мы съездили к нему домой. Мы были в депоте, короче. Это наша первая крутая находка, короче. Вот она. Съездили, короче, к Жеке. И сегодня вот эту вот монету, типа, есть покупатель на нее. Вот. И будем встречаться. И, в общем, типа, ее продавать. И попытаемся ее продать. Примечательность. Короче, ЗАГС уже все видели. Вот. Сейчас покажу. Короче, это здание какого-то... Было мужика. Раньше. По историческим ценностям. То есть, это историческая ценность. Получается такая. Архитектурная. Точнее, правильно. Вот. И здесь поставили... Монумент. Значок так называемый. Вот оно. Что здесь было, короче. Будинок Щербины. Палаццо Дружинь. А потом на 1892-ом роте. То есть, раньше это был... Вот такой вот... Ну, как и сейчас, отресторированное здание. Домик. Тут даже есть для слепых. И на английском. В общем, вот так. Жил какой-то пан. Костя хочет шаурму взять себе. Стоит, ждет, пока ему сделают. Куда-то Костя побежал. А, там сидит бабушка. И продает цветы. Пролиски. Ой, как мило. А я думала, это ты, Даша, а красный мне. Да, не знаю почему-то. Оно, знаешь... Я изначально таки подумала. А потом что-то передумала. Спасибо. Ну, знаешь, как бы красный, это для повзрослее. Вот. А такой, более нежный, как бы, поменьше. Моя китюнечка. Надь, как считаешь, это сюда пишется или такая? Сюда? Сюда. Боком разве что. И что, вот так? Не, вот так на двух колесах. Так как спать, на бок ложишься. Вот так? Да, да, да. Не, ну я близенько стала машина возле машины. Чтобы было побольше места. Да, да, что-то со зрением. О, зверь, зверь рычит. Это мой телефон, спасибо. Не надо мутить. Я шучу. Кожанчик. Кожанчик? Кожанчик, здорово. Привет. Привет, привет. Привет, привет. Привет, мы тебя потерял. Кого я потерял? Ты-то хороший. Ты так не шути, константин. Такой черный юмор. Мы за ней убились в машине. Кто будет ее держать в руках? Да. Прикинь, она у меня в памяти выросла, вот такая стала. В смысле, она была в твоей памяти меньше? Больше. А, больше? Да, нет, всего лишь это. Ты вспомнил ее, да? Да. Да, я тоже. Прям, ты знаешь, впечатления все это. Во-первых, мы еще с ней не расстаемся, это только так поговорим. Ну, нельзя же жалеть, короче. Да. Ну, попробуем. Пробьешь дырку и будешь как медаль носить. Сразу смотришь эмоции, когда мы ее отказываем. Кстати, да, кстати, да. Ну, что? Смотрите, как у нас оградили. Там есть такой, типа, парк. Дети гуляют. А теперь все. Костя. Вместите. Пошли в обход. Вот даже аллея, значит, что-то. Да, я вижу. Да. Была раньше. Аллея. А теперь что попало? А теперь, Котя, будем обходить. А? Вы знаете, чего я думаю? Может, и хорошо, что оградили. А чего? Ну, не знаю. Там все-таки дети. И общественный транспорт. И все. Да, вообще не страшно. То есть, зачем вот это вообще? Нету баллов, я не знаю, я не увидел ничего такого. Но пока проходили. Может, где-то там? Может. Красиво так. Да, ну, может, кто-то такой маленький заборчик поставит на тех местах, где вот эти балки. Видишь, оно равномерно распространяется. Не знаю. Может и поставят. Может, не поставят. А что здесь будет? Увидим, Костя. Что будет? Увидим. А, да, куда же мы идем? Мы сейчас идем встречаться с потенциальным покупателем на монету. Все, мы уже вышли с этого прекрасного места. Делки, делки, да? Да, делки такие. Сделка не состоялась. Так, что ты реально был прав. Пацаны предложили не то, что мы ожидали. Да и расскажи изначально, как было. Тебе предложили. Да, вчера мне предложили цену вообще там 30% от стоимости. Ну, как бы это смешно было. Ну, да. Вот, а сегодня предложили, ну, сколько, 35% где-то. Процент. Может, 40%. Уже говорила, так занимаются перекупы. Ну, да, да. То есть, мы встретили с перекупами. Только другого плана. Может, это был один и тот же человек, просто с разного номера. Вот и все. Ну, а теперь пошли пить кофе. Пойдемте пить кофе. Мы сошли в кофейню. Когда-то уже здесь один раз были и пили кофе. Оно классное очень. Такое прикольное. Наш чай. И два кофе. Костик, с левердой кофе. С левердой. Я просто сразу... С мятой. Смотрите, мята, корица и лимон. Вообще, красиво выходить. Ну, в общем, что, сделка у нас не выдалась, но мы все равно, как всегда, обмывали. А помните, да, мы здесь уже обмывали этот... Не, мы еще ничего не обмывали. Ой, не обмывали. Короче, обсуждали, да, когда у нас не получилась покупка машины. Помнишь, как... В холодноморозе, да. Да, ну, тогда была здесь. Мы тогда грелись, конечно. Красиво выходит. Подочек. Скорейцы. Снимай. Ребята обговаривают обувь уже и планируют поездку на следующие раскопки. Куда поедем? Еще не знаю. Где больше? А, на камеру никто не говорит, да? Не скажем. Не скажем. На трёх нельзя говорить, а то говорят. Слышишь? Говорят, говорят. Может, в лес чудес поедем. Может, еще... О, я хочу в лес чудес. Там местечко у нас. Угу. Кстати, я смотрел видосик, что, ну, вот, паренек, вот, что в тайге раскопки ведет, он рылся даже... Вот эти камыши не растут, типа, и он там находил монету. Просто главное найти место. В камышах? Кстати, из болотов какое-то болото и тянуло, помнишь? Нет. Так вот, я и говорю, нет, там 100% была вода. А вот левее, помнишь, что мы изначально смотрели, там были такие, типа, камыши заслужены. И вот чувак на то же самом месте, ну, только он в тайгу заехал неизвестно куда, говорит, о, все место нашел. И он там нарыл дофига монет, крестиков, иконок, ну, все, что такое было, но здесь, походу, никто не ловил. Может, он гость просто подсыпал это все? Да там вид, ну, вот так копнул, короче, достал там чиксы, говорит, вот смотрите, вот слепок, вот там, ну, как мы говорим, все, короче. То есть, вот так. Ну, поедем. Я-то хочу туда, в то место, где ты говорил, типа, да? Нам надо в два места поехать, но если мы там, конечно, что-то найдем, интересно будет. Тогда вас вытянешь, увидели тот наконечник, у вас вот за уши были тени. Поехали уже аж ночью. Мы зашли еще в ТРЦ, в Любаву, и идем на отделение, там, Жеки, какая-то посылка пришла. Короче, он за посылкой, а мы с ним. Короче, я вот тут такую штуку видел, что вот в Китае в торговом центре снимают. Видите, как много сейчас людей, когда коронавирус, ну, уже замечено, украине, прикиньте, вот здесь никого нет. Уходишься и кудаешься. Ага. Места много, да? Да, как-то бы жил. Свободного. Ну, реально, ну, все закрыто, вот это все чистое, оно аж как-то стремно. Нам сюда. Как какой-то Щернобык. Так, пусть. Пришли, а здесь никого нету. Гуляем, ждем. Ждемся. Можно газеты. А не точно Жек до 9, не до... До 9, не до 6. Заграничные журналы, смотрю, да? Кого меняешь? Линяю. А, линяю, это мне меняю. Вон, кофточки набить не надо, это, да? Нет. А они продаются эти что-то? Не знаю, наверное. Все, мы уже забрали посылочку. А что здесь интересно? Здесь клеенка, скажем. А, понятно. Окей. Ну все, погнали. Что, Кум, держишь? Подарунки? Подарунки, да. Подарки. Вот, сегодня ты же все никак не доедешь, то я решил уже поехал в магазин, взял он, значит, две буквы У. Ага. Одну наперед, вторую назад. Потом вот такая вот наклейка. Ребенок в машине. Я думаю, она пригодится, да? Да. Вот. И еще, так как машина на газу, тоже вешают такие наклейки. Но я не знаю, будем вешать, не будем. Просто там такая же висит у вас. Но она уже подертая. А Костя, по-моему, уже он делает, чтобы подцепить. Ну, можно было бы сюда прицепить, кстати. Вот так вот. А. Тоже. Ну, можно обитать. Хотя она так, что прям нужна, не нужна? Вот эта буква нужна, значит. А, смотри. Я бы еще тебе штуки три купил бы на всякий случай. Спасибо. Смотри, мне пишут, ребята, что почему именно буква У. Вы же не ученик уже. Ну, как не ученик? Я же, типа, отучилась. Ну, ты все равно еще ученик, как бы. Ты хоть научилась, права получила, но опыт-то нет. А, хорошо. А когда знак восклицания? Знак восклицания вешают? Честно говоря, я не видел знак восклицания. Ага, значит, это не у нас вешают, а в России, наверное. Потому как, ну, мне писали, что, типа, у нас вешают на первое время знак восклицания, вот. А, у нас вешают знак 70. Ну, это я знаю, да. Для водителей, которые два года еще не отъездили. Ну, а вот эта буква, она будет тебе все равно помогать. Хотя мне говорили, вот, когда на этом, ну, на учебе я была, говорил наш по теории преподаватель, что говорит, не цепляйте букву У, потому как есть разные маневры маневры на дороге, могут, типа, специально подрезать и все такое, ну, вот так вот, типа. Поэтому, не знаю. Для чего подрезать? Специально? Ну, да, да. Типа, а, ученик, значит, сейчас мы тебя, типа, научим. Ну, и без этого всяких ненормальных... В принципе, хватает, да. Но я думаю, что вот каблук, буква У и ребенок должно мне, в принципе, помочь. Конечно. И тем более, можно же ее убрать в каждый момент. Вот, то есть... Вот эта тряпка с под ганцем, с под формируем. Костя, что, потерся они и только что... Ох, какая машина заезжает. Он, кстати, фольксваген, кстати, у него такая же, он, видите, багажник, только у него вот эти две штуки, которые вам надо тоже... Ага, а, да, переклад где-нибудь. Переклад. Вот такие, я поняла. Переклад где-нибудь, вот такие, я поняла. Ну, цепляйте, цепляйте. Делаем, делаем. Клеим. Да-да, давай, клеим, клеим. Ответственный момент. Подсохло уже, да, подсохло. Так, ну, в принципе, вот так вот, я думаю, будет нормально, да? Да, лепи уже. Да? Угу. Усё. Усё, да, он называется Усё. 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 Спасибо. Что, пишет на лапу? Спасибо. Да, буква У есть она. Костя здесь прицепил ребёночка, а Жека Букавку У ещё мне прицепил, и смотрите, как у меня вообще она смотрится. Бомбезно. Ага. Неплохо. Недорник не мешает, видишь? Какая-то теперь у меня более мультяшная даже машина. Правда, Костя? А, кто возьмёт газ, в принципе. А, да, ещё и газ, в общем. Слушайте, ещё вот блёстки какие-то сюда можно. Не надо блёстки. Гламура, гламура какого-то. А если... Глаз может даже будет лично. Может, не надо или же. А если я вот буду ездить, ты говоришь, блестинки и гламурные всякие штучки? То есть я буду ездить с блестинками или что? Да, да. Как Лена говорила... А теперь привесим по риску, как калошу. Да, да, да. Этот... Как Лена говорила о Косте, говорит, типа, давай номера купим вредина лайв. А Костя говорит, да, и все будут ехать и заглядывать. Что за вредина? Типа, едет. Да, да, да. Не, ну чё, ну неплохо, в принципе, смотрится. Пускай и газ будет. Он, между прочим, и не мешает. Оно таки было приклеено изначально. Да, неплохо. Что хотела еще сказать и забыла. Не, нормально, что вышли аж на среди дороги. Ай, как красота. Теперь я твою машину узнаю за 100 метров, наверное, на городе. Даже за большую. С такими наклейками-то. Да, 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 это точно. Спасибо тебе, Женя. За такой подгон. Подгон неужный, пускай будет. Да, да. Я смотрю, ты все никак не берешь, не берешь. Думаю, надо будет скорость. Да, да, да. Но я же никуда не выезжаю уже. Ну так я же знаю, поэтому я и... Все, мы уже прощаемся. Всем пока. Да. До скорых встреч. А мы едем скорость сейчас быстренько домой, потому что Даша позвонила и говорит, что она упала. Поскользнулась, мыла пол, упала, короче. Причем сделать приятное, поупирать, короче, ее на кухне. Да, и упала. Ну, сейчас поедем, узнаешь. Да, о ком мы говорим пока. Давай, Женя, пока. Да, потому что я оставляю на него ссылочку. Зайдите, подпишитесь, поставьте ему лайк. Давай. Спасибо. Давай. Мы уже вернулись домой. Конечно. Привет. Это тебе. Спасибо. От сердца и почек дарила цветуть. Да. Рассказывай, что ты там упала, как? Ну, я там мыла пол, и я там хотела почитать, и мыли вплоть, и вот так и шла быстро. То есть хотела почитать и шла быстро? С книжкой и шла быстро? Да. А вот так и шла. Что я не верю, что она с книжкой и шла. Угу. Там книжка еще вышла, и вот так упала. Ну, и сейчас у тебя ничего уже не будет? Ну, ну, поли, ты видишь, как ты аккуратно? Ну, пошли сейчас смотреть, что ты там. Пойдем смотреть, Китюня. Иди ставь цветы в воду. Господи, Дашка, ты нас так напугала, я тебе говорю. Это просто. Даша сейчас чай пьет. Смотри, как Полиана. Ну, какая у нее особливая история? Ну, Полиана, она добрая, щирая, умная, хорошая девочка. Маленькая, сколько лет, я не помню. Ну, приблизно где-то 10-15, ну, только так, приблизно. Угу. Она учит всех лечить и учит всех играть в игру радующей. Можно секундочку, я объясню, это Даши задавали в школе, да? Да. Чтобы ты прочла его, что там делать? Нужно листы написать про Полиана и такое сделать, типа, конвертик, чтобы туда положить. Угу. Что еще особливого Полиана, Дашка? Ну, ну, она, с ней не скучно. Она, с ней не поскучаешь, но она лечит от суммы. Я лечит. А, она лечит от суммы, так? Угу. Исцеляет от скуки, да? А что еще? В чем она еще особенная? Кость, ты будешь кашу сыпать? Я сегодня, кстати, кашу варила. Я ее пересыпал. А, да? Спасибо, Кость. Хотела только показать гречневую кашу у нас сегодня. Я только не помню, что она не дала особенность. Покажи. Нет, просто если она долго будет там подогреваться, то она пропадет просто и все. Сегодня у нас гречечка. Пап, я больше не помню популярную. Я только помню, что Паня Кейлю и ее сестры пропал их брат, вроде бы, самый родной. Паня Кейлю, вроде бы, уже 70 лет, сколько там лет, бросил муж. Она не любит, она не любит такие, вот я про нее хорошо помню. Она не любит такие людственные места, пока... Людные места. Людные места, пока еб, пока еб, пока еб, кажется, чтоб к ней никто не впускал. Угу, ну понятно. То есть она ведь людных, да? Отшельница. Да, ведь людных, это отшельница. Ну, то есть смотри, я так понял, что Полианна это девочка, которая всем помогает, да, и всех лечит. Ну, только ликуешь их. А скажите мне тему, это вообще разговоры, это в школу, да, в задании? Это тебе надо о ней просто прочитать или же написать? Нет, где-то книжка есть. Не знаю. Когда ты был в командировке и купил... Привез Даша эту книжку. Да, книжку. Ну, я не думал, что ее будет проходить в школе, я просто пневку, она интересная. Что-то у нас с этой лампочкой. А, это... Она все уже, да? Ну, посмотрим. Скоро. Тут есть разные варианты, или лампочки, и все скоро, или же что-то с электрикой. Нет, с электрикой нет, потому что нигде же больше кость не бывает. Ну, короче, не факт. Это спорный вопрос. Ну, ладно, будем договоримся, что с лампочкой что. Короче... А, и к чему? Получается, какую-то книжку оказывается со временем... Ну, Даша перешла на мушку, они это изучают. Сейчас нам она посадила из письма этой поляне. Ну что, Даша, пошли писать туда? Да. Я, Даша, намазюкала мазькой, натерла из письма. Хорошо, что была, потому что я тоже шмякался. Да нет, Кость, это копчиком удариться, а вот так на плитку шлепнуть, это очень больно. А завтра... Да завтра оно не пройдет, я более чем уверена. Да, даже шла выносила, впрочем. Да. Ну, даже аккуратнее дошли. Спешила, хотела до нашего приезда успеть. Моя кедзечка. Все будет хорошо. Секринтель. Секринтель.